Снежная долгожительница Екатерина Теплинская поделилась с нами своими наблюдениями за дятлом. Ну а снят этот видеоматериал в Черняевском лесу. А вот Татьяна Иванова прислала нам фотографию под названием «Утки-путешественницы». Ведь замечена эта парочка там, где нет никакого водоема. На улице Куйбышева, неподалеку от остановки, строительный факультет. Еще недавно участок улицы Халтурина, начиная от дома номер 12 и выше, можно сказать, утопал в мусоре. Просто-напросто ступить было некуда, везде что-нибудь долежало. На днях здесь прошел субботник. Это, вы видите, его результаты. Территорию привели в порядок, но не всю. Этот островок так и остался нетронутым. Здесь по-прежнему повсюду лежат старая мебель, бытовые отходы, строительный мусор. Скорее всего, этот участок никому не принадлежит. Но даже обидно как-то за него. Кругом вроде бы порядок, а здесь как будто бы филиал мусорной свалки. С наступлением весны многие пермики развешивают на деревьях кормушки для птиц или каких-нибудь зверушек. Одну такую, забавную, мы сейчас заметили. Видимо, создали ее специально для образованных пернатых и белок. Которые не будут в нее забегать где-то сбоку, а прочтут слово «вход» и зайдут там, где положено. Сейчас в столовой, правда, никого нет. Оно и понятно, корма-то не насыпали. Но для кадра с сегодняшнего дня эта кормушка вполне годится. Подснежники бывают разные. Нам, конечно, больше нравятся те, которые первоцветы. Но уж кому как повезет. К примеру, здесь, за домом номер 15 по улице Ким, из-под снега вытаили вот такие стеклянные. Да еще в таком количестве несколько десятков бутылок. По словам местных жителей, все это из окна своей квартиры выбрасывает один человек. Но не хочется ему утруждать себя походами до контейнерной площадки. Сейчас территория под окнами дома номер 15 по улице Ким выглядит совершенно по-другому. Не идеально, конечно, но по крайней мере того моря бутылок, которое мы застали здесь в прошлый раз, уже нет. Насколько нам известно, недавно местные жители вышли на субботник и немного навели порядок. Теперь главное, чтобы их труды не пропали даром. А именно, чтобы горе-соседка снова не начала использовать свое окно как портал для избавления от пустых бутылок. А сейчас небольшая историческая страничка. Ровно 7 лет назад, в апреле 2016 года, здесь, на улице Уральской, ко дню космонавтики, появился новый арт-объект. После ремонта все бетонные опоры заменили, но та самая космическая осталась в наших воспоминаниях и в архиве. Пермский художник Олег Иванов подарил горожанам очередной арт-объект на улице Уральской. Смотрим мы на его работы и всегда поражаемся. Как Олегу удается из трансформаторных будок, распределительных щитов и бетонных столбов создавать настоящее произведение искусства. Причем такие добрые и забавные, как это. Ни в коем случае не забывайте о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. На этот раз победитель получит в подарок календарь, а также набор для чаепития от телекомпании «Рефеперь». Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8 951 952 02 22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова